приветствую вас мы сегодня поговорим о двух различных системах по созданию интернет-магазинов возьмем самый на данный момент популярный онлайн сервис по созданию сайтов тильда на котором возможно тоже делать интернет-магазины и возьмем за пример джумла на которой мы с создавать наш магазин уже совсем скоро и так вы видите сейчас на своем экране табличку сравнение параметров тильда и джумла я не стал сравнивать с кем-то другими cms коми там wordpress open карты так далее потому что это слишком очень большой объем информации да и очень можно досконально ко всему придираться где-то будет лучше где-то будет хуже но раз на данный момент популярна очень тильда я хотел бы провести сравнение имена вот онлайн конструктора и именно cms джумла плюс компонента джумшопинг на котором мы будем с вами учиться создавать магазины в данной таблице я выписал только существенные отличия до которые есть между этими двумя системами то что у них схожи я указывать не стал потому что но зачем это нужен да когда один один и тот же функционал присутствует но это скажу что еще и не все отличия да то есть я пробежался только по таким основным которые мне показались будут интересны вам итак давайте пройдемся по таблице в левой колонке у нас указан какой функционал есть да в этих систем и в колонках расписано что конкретно в каждой системе есть либо нет что касательно прав на сайт если вы создаете сайт на тильда то есть но скорее всего вы знаете а возможно нет то сайт согласно пользовательскому соглашению тильда принадлежит не вам то есть он принадлежит полностью сервису то есть вам его дают в аренду попользоваться а именно cms джумла плюс джумшопинг это все таки будет вашу собственность потому что данные движки до данные системы они бесплатны и распространяются безвозмездной основе поэтому вы можете спокойно ими пользоваться и не бояться что у вас и кто-то заблокирует отберет либо еще что-то сделает по стоимости тильда это платный сервис в нем есть несколько тарифов вот самый простой тариф это 6000 рублей в год за один сайт сразу же смотрим следующую строчку это количество сайтов за 6000 рублей в год вы сможете создать один сайт что касательно cms джумла то здесь нет стоимости можно бесплатно но есть расходы на хостинг да то есть на любой другой движок тоже будет расход на хостинг что сайт не может работать без хостинга это ориентировочно две с половиной тысячи рублей в год плюс есть возможность указать промокод и получить там дополнительные месяцы бесплатного хостинга количество сайтов по тарифу до который позволяет но по тарифу который идет за две с половиной тысячи на хостинге это 10 сайтов плюс дисковое пространство которое позволяет разместить у себя тильда на тарифе но там на всех тарифах да то есть без разницы там из более дорогой тариф за 12 тысяч в год там тоже 1 гигабайт дискового пространства то есть это накладывает определенное ограничение если у вас будет большой магазин какой-то кита файлы для скачивания то вы можете упереться в дисковое пространство и просто потом физически не сможете создавать дополнительные страницы на хостинге это 30 гигабайт это больше чем достаточно по добавлению товаров есть такой нюанс в тильде что добавление товаров делается вручную то есть вы добавили товар прописали ему настройки при клике там открытие по папок надо где выводится информация либо сразу же помещение в корзину еще какие-то настройки да и делайте новый товар вам нужно постоянно будет эти настройки вбивать там каждый товар создается вручную но если вы хотите это все более-менее автоматизировать то создаете там один товар его настраиваете как он должен выглядеть а потом просто вы его дублируете дублируете и меняете потом заголовок картинку цену основные настройки вас остаются то есть здесь получается такой ручной труд но это конечно не считая если вы загружаете товар там в категории в разделы да это вот есть такой функционал джума но про разделы мы еще с вами поговорим а в джума соответственно здесь общие настройки то есть вы получается создаете товар по умолчанию до забивать его заголовок описание цена наличие на складе различные ставите метки там по скидке указывайте налог категорию где он располагается сюда обычно стандартный набор функций в интернет-магазине нажимаете создать товар после этого товар уже выводится на странице и таким образом вы просто наполняете информации товар а визуально его оформление она уже задана в шаблоне то есть вам не надо по сто раз добавлять одну и ту же информацию поэтому это гораздо удобнее погинация что такое погинация это возможно вы видели на страницах когда идет список киста товаров либо карточек и внизу идет постраничная навигация 1 2 3 4 5 когда не влезает какое-то количество товаров на страницу и ведет разбивка на странице вы можете выбрать там по 10 товаров на странице нажимаете вторую страничку там еще 10 уже следующие там 10 товаров до всего 20 стиль до такого нет функционала потому что там другая структура системы да там нет базы данных как таковой и это все реализовано таком визуальном виде конечно то можно сделать погинацию в ручном режиме но это геморрой и очень неудобно когда у вас очень много будет товаров джумла погинация присутствует по умолчанию в самом движке плюс в джумшопинге это все реализуется по умолчанию то есть вы когда указываете ограничение по выводу товаров на странице если у вас их больше этого ограничения то автоматически появляется погинация и она работает то есть можете переходить по страницам следующий момент это скорость загрузки страниц тильди на это никак не повлиять что имеется ввиду под скоростью загрузки есть различные счетчики замера скорости загрузки страницы и как полагается нужно чтобы страница открылась как можно быстрее то есть любая задержка влияет на индексацию поисковыми роботами и соответственно ваша страница может хуже ранжироваться поисковых системах такое бывает такое случается то есть это нормальная ситуация когда там страница медленно грузится изначально когда вы сделали и нужно ее оптимизировать там уменьшать размер картинок влиять на вывод кода до стиле я вас криптов то есть это все нужно оптимизировать чтобы скорость загрузки страницы была выше плюсы возможно производить различные настройки на хостинге на сервере но когда вы не имеете доступа к серверу к файлам сайта вы не можете этого сделать вот в тильде это невозможно сделать здесь приходится полагаться только на разработчиков самой системы которые в принципе работают надо над ускорением но иногда это этого недостаточно и нужно самостоятельно что-то там менять соответственно тильда это не позволяет делать джумла производит позволяет производить настройки на хостинге и оптимизировать код различными дополнительными плагинами вложенность категории в тради и и нет жумла она есть что значит вложенность категорий но например в тильда можно сделать одноуровневую вложенность это значит что мужская одежда женская одежда детская одежда там одежду для новорожденных но для одежды для беременных все внутри этих категорий могут быть товар а вот jumlah jumpshopping в частности можно делать так то есть вот эти разделы которые названы прям мужская одежда в мужской одежде может быть товар например там обувь мужская верхняя одежда мужская что-то нижнее белье рубашки и так далее в рубашках еще может быть еще вложенность глубже например рубашка там по размерам или там не знаю как еще по производителям например да ну конечно по производителям это делается немножко по-другому но смысл вы поняли да то есть может быть ложность то есть может быть главный каталог основной потом одежда по половому до разделению и внутри еще идет разделение там обувь верхняя одежда нижнее белье и так далее так далее то есть тут может быть наоборот не от мужского женского детского да а наоборот а верхняя одежда там обувь нижнее белье а внутри уже идет разделение там на мужское женское так далее То есть здесь как вы хотите, так и делаете А в Tilda такого многоуровневого каталога сделать не получится Страница товара Что это означает? Здесь в Tilda, когда вы создаете товары, вы просто набиваете их в блок И при клике на товар у вас либо идет добавление в корзину, либо всплывает поп-ап окно Но можно сделать, чтобы при клике на товар у вас открывалась отдельная страница с описанием товара С оформлением, какие-то там тексты Это все можно сделать, но это все будет делаться вручную То есть вы под каждый товар должны создать прям каждую отдельную страницу И зайти в каждый товар и прописать ссылку на эту страницу То есть это все полностью ручной режим В Joomla это все делается прямо на странице товара То есть вы вот когда создаете товар, указываете его название, цену, описание Различные ставите там скидки, метки, налоги Категорию выбираете, вставляете фотографии, вставляете видео Вставляете атрибуты, характеристики То есть вы полноценно создаете товар Вы в описании можете как раз таки делать вот это все оформление То есть вот эта страница, она создается сразу же То есть вот есть карточка товара Карточка товара это и описание, и цена, и фотографии, и все подряд В Tilda это все разделено То есть можно сделать отдельно товар небольшой С каким-то, с названием, с каким-то описанием, с ценой Там какие-то характеристики выбрать и все, и положить в корзину А вот именно в Joomla можно делать прям полноценную карточку товара Где у вас будет вообще все о товаре Выбор его количества, различных вариантов Комбинации цветов, да, комбинации размеров С разной ценой, с разной ценой за количество То есть вы можете создавать, например, такие цены Что один товар стоит 100 рублей 10 товаров стоит уже по 70 рублей за товар, да То есть 200 товаров уже стоит там по 30 рублей за товар И это все внутри одной карточки То есть человек может набрать сразу же там 30 Плюс 30 товаров, да, взять Ну один и тот же товар, количество делать 30 И у него ценник сразу падает И кладется в корзину В Tilda так не получится сделать Личный кабинет покупателя с историей заказов В Tilda этого нет, то есть там происходит покупка и все И вы, как покупатель, не видите больше этот заказ То есть у вас нет никакого личного кабинета Посмотреть там историю заказа Статус вашего заказа там принят В обработке Оплачен, доставка, доставлен Да, вот этих статусов нет То есть вы не видите этого А в Joomla, в Joom Shopping это есть И причем каждый этап, каждый статус заказа Можно делать оповещение покупателя на e-mail То есть вы в админке, когда человек купил По умолчанию ставится статус заказа в обработке Потом оплачен И следующие статусы вы уже вручную должны отслеживать То есть вы отправили в доставку, например Поменяли статус на доставку Нажали оповестить покупателя И ему на почту ходит e-mail В том, что его заказ такой-то, такой-то Находится в статусе доставки То есть он узнает, что ушло в доставку Плюс вы можете там отправить ему код отслеживания И он будет уже отслеживать там почту России Либо где-то в службе доставки Как доставляется его товар Ну и так далее, так далее То есть это все можно делать В Tilda такого, конечно же, нельзя Ну и последний момент такой, который я хотел бы сравнить Это группа покупателей В Tilda нельзя создавать группы покупателей В Joom Shopping можно Что это означает? Вы можете создать товар с одной ценой для розницы Сделать группу покупателей розницы Это все, кто будут просто покупать И сделать, например, группу покупателей оптовики Причем вы можете создать несколько групп покупателей И для каждой группы назначить свою скидку И когда человек зарегистрировался на сайте Вы его перевели Либо там по умолчанию можно выбрать в одну группу Он может сразу зарегистрироваться как оптовик И увидеть новые цены А можете вы вручную его потом перемещать в админки Там создать еще какие-то многоуровневые группы И перекидывать пользователей из одной группы в другую И, соответственно, он будет видеть абсолютно разные цены То есть у одного товара может быть как розничная цена Так и цены со скидками для различных групп пользователей То есть это очень удобно, когда вы ведете розничную торговлю И работаете с оптовиками И это еще далеко не все отличия Просто если рассказывать про все и досконально по всему проходиться То будет затрачено очень много времени То есть надо будет не один час это все рассказывать Конечно, говорить, что тильда это плохой сервис, плохой инструмент я не буду Каждый инструмент хорош по-своему То есть тильда предназначена для создания лендингов Для создания каких-то простых сайтов Для каких-то быстрых решений Когда вам надо, например, протестировать нишу Дать какую-то рекламу То есть можно сделать небольшой простой лендинг Даже на стандартных блоках И запустить рекламу, проверить нишу Как это работает Насколько актуально ваше предложение на рынке Но когда вы подходите к решению вопроса О создании какого-то большого, там, крупного интернет-магазина Большого сайта То тильда, конечно же, здесь не подходит В связи с массой своих ограничений Для этого удобно использовать Joomla Если интернет-магазин, то это Joom Shopping Здесь вы можете создавать огромное количество товаров, категорий Вы можете создавать тот же блог Создавать личный кабинет И ваш сайт полностью принадлежит вам Я люблю приводить такой пример Почему я бы никогда не стал создавать сайт на конструкторе Потому что, как я уже вам сказал в самом начале Что сайт не ваш Представляете, вы взяли в аренду квартиру Квартиру с черновым ремонтом Вот дом построили Вы выбрали квартиру, она вам понравилась И решили там сделать ремонт полностью Побелили стены, постелили полы Натянули потолки, выставили мебель Повесили шторки Встроенную кухню сделали Встроенную технику Все это оформили, живете Вам все нравится Но что-то случилось И арендодатель предлагает вам съехать Он говорит, что я квартиру продаю, например Мне надо будет освободить ее И все, вы получается съезжаете с квартиры Но ремонт вы с собой забрать не сможете Вы оставляете все там Вот собственно здесь такая же ситуация Очень много случаев, когда сайты на тильда Они блокируются по причинам там жалобы Либо там конкурент ваш нажаловался Либо какой-нибудь человек увидел, что вы нарушаете авторские права И он написал техподдержку тильда И тильда ваш сайтик прикрыла Без объяснения причин, например Вы потеряли весь контент Вы потеряли всю информацию Все, что там было размещено Тут вообще без вариантов И постоянно на такие грабли наступать Как бы не очень-то бы и хотелось Поэтому я рекомендую здесь Именно создавать магазин И когда вы, например, создаете магазин Своему клиенту на заказ И он спрашивает, а где сделать? Может быть на тильда? Вот сейчас все делают на тильда Это очень интересно, быстро, красиво Просто Вы должны привести вот такой пример Что сайт на тильда вам принадлежать не будет Там есть масса нюансов В плане SEO продвижения товаров Там, конечно, страницы можно продвинуть То есть сайт будет индексироваться Но есть масса нюансов, которых нет в тильда А есть в обычных движках В частности, вот на Joomla и компоненте Joom Shopping На этом у меня все С вами был Дмитрий Гончаров И до встречи в уроках Меня зовут Дмитрий Гончаров И спасибо тебе за то, что ты посмотрел урок Если у тебя есть желание создавать крутые продающие сайты На Joomla И начать на этом зарабатывать неплохие деньги То ныряй по ссылке в описании На страницу с моими курсами Которые просто полностью закрывают Все вопросы создания сайтов на Joomla Если у тебя возникают вопросы То пиши мне в Telegram Ссылка будет также в описании Действуй! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok